Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно же, когда речь заходит о иммунотерапии при раке желудка, интерпретации результатов этих исследований, то первоначальная улыбка сползает с лица. Почему это так происходит, я расскажу в дальнейшем. А сейчас посмотрим гадлайн. Вот последняя версия американских рекомендаций НССН, которые показывают место терапии. Либо это MSI-HI, микросфитолитная нестабильность высокого уровня при раке желудка во второй линии, или, если это третья и последующая линия, это может быть тоже пембролизумаб при высокой экспрессии ПДЛ в опухоли. Если взять нашу версию российских рекомендаций, здесь также есть место иммунотерапии. Если взять Великобританию, то здесь, к сожалению, никакого места иммунотерапии при раке желудка не предвидится ни в каких случаях. Но пойдем по порядку. Первое, что нужно отметить, в принципе, мишень встречается, есть мишень в опухоли желудка, при этом экспрессия ПДЛ является негативным фактором. Если есть мишень, соответственно, должен работать препарат. И первый выстрел такой довольно активный, сразу третья фаза в азиатской популяции, корейское исследование, где сравнили неволумаб и плацебо. И тут однозначно был выигрыш в отношении выживаемости без прогрессирования общей выживаемости, и поэтому сразу в Корее и в Японии в дальнейшем было зарегистрировано это показание. Второй и третьей линии лечения. Независимо от экспрессии ПДЛ, надо сказать, был эффект неволумаба. Но опять же, это азиатский регион, рак желудка, поэтому там может быть всё, что угодно, в том числе и позитивные результаты. И когда пошли результаты, например, изучения в европейских и американских сайтах, то здесь немножко уже другие данные были получены. Так, сначала было нерандомизированное мультикагородное исследование, где изучали пембролизумаб монотерапию у больных, которые получили две и более линии лечения, при этом были сохранны. И что показалось, что частота объективных эффектов довольно скромная. Всего 11% больных ответили уменьшением опухоли более чем на 30%. Но при этом мы видим, что если опухоль уменьшалась, всё-таки была некоторая тенденция к довольно длительному поддержанию этого ответа. И мы видим, что, в принципе, если сравнивать частоту ответа в зависимости ПДЛ-экспрессии на этом графике, то при ПДЛ-экспрессии частота их была в 2,5 раза выше, чем при ПДЛ-негативных, но ПДЛ-негативные тоже отвечали, хотя ответы были крайне редки, всего в 6% случаев. Конечно же, все ждали рандомизированных мультицентровых исследований, уже третьей фазы, сравнение пембролизумаба уже классикой паклитоксела в монотерапии. При этом обратите внимание, какой заложили авторы статистическую гипотезу, ошибку первого рода. Вероятность ее должна была составлять всего лишь 0,01. Но что оказалось, формально статистическая гипотеза не выполнена. Риск смерти уменьшился лишь, а это был главным критерием эффективности в этом исследовании, всего лишь на 18%, и ошибка состояла в этих ситуациях первого рода всего 0,04. Поэтому исследование, по сути дела, негативное, и мы видим, как пересекаются графики. У нас часть больных в первые 6 месяцев довольно активно прогрессирует и погибает, что важно. Чего не хочется наблюдать. При этом, когда посмотрели под анализ этой работы, оказалось, что на самом-то деле пациенты из Азии не отвечали на пембролизума, а как раз отвечали пациенты из Европы и Северной Америки. Пациент должен быть в хорошем соматическом статусе, чтобы иметь ответ. Ну и, вероятно, ответ лучше реализовался у больных с локализацией опухоли в желудочно-пищеводном переходе и при кишечном потепе. Но интересно, что чем выраженнее экспрессии ПДЛ было в опухоли и микроокружении, тем выраженнее был ответ. Обратите внимание, графики перестают пересекаться при СПС больше 10. Но если мы возьмём негативную опухоль, мы увидим практически значимую тенденцию к тому, что общая выживаемость становится хуже на пембролизумабе, чем на паклитокселе. При этом медианы выживаемости различаются аж в два раза – 4,8 месяцев. А если СПС больше 10, то это перекрёстка нет к графику, и отличия довольно значимы, особенно на отдалённых вариантах выживаемости. Конечно же, это идёт и в контексте тех результатов, которые были получены в другом исследовании уже по применению пембролизумаба у больных раком пищевода. Всегда включались пациенты с пищеводно-желудочным переходом, с аденокарциномами. И что оказалось, интересный дизайн. Они попытались изучить активность различных подгруппов, и для каждой из подгрупп вот этих субпопуляций они выставили своё ПИ или Альфа. И они хотели показать выигрыш и при ПДЛ1, СПС больше 10 экспрессий, и при плоскоклеточном раке, и в общей популяции больных. И обратите внимание, что если экспрессия была высокая, они статгипотезу выполнили, а вот если брали плоскоклеточный рак или брали общую популяцию больных, то этих эффекта нет. Поэтому здесь, если же мы рассматриваем вариант назначения пембролизумаба, то у больных, которые уже всё получили, то в данном случае вы можете рассматривать её только, когда есть выраженная экспрессия ПДЛ, хотя бы больше 10, но никак не там с 1, 2 или 3. Что было дальше? Если сравнить результаты исследования в Азиатском регионе, например, с альтернативами лечения в химирефрактерном состоянии, будь то ТАС-102 или Апотениб, который, кстати, провалился в европейско-американской популяции в недавнем исследовании по сравнению с плацебо, то мы увидим, что неволумаб по Аттракшн-2 исследованию даёт приблизительно те же самые результаты в отношении выживаемости без прогрессирования, но в отношении общей выживаемости в Азиатском регионе всё-таки графики покрасивее расходятся. Кроме того, у нас есть другая мишень – CTLA-4, рецептор, который тоже обладает мусспрессивным действием, соответственно, мы его тоже можем блокировать CTLA-4 антителами. И если экспрессия этого фактора есть, например, в опухолевых клетках рака желудка, то это, во-первых, ассоциировано с ухудшением показателей выживаемости при раке желудка, а с другой стороны, коррелирует с экспрессией общего маркёра лейкоцитов CD3, а также гранзима А-маркёром цитотоксических лимфоцитов, что при меланоме ассоциировано с эффектом иммунотерапии. Конечно же, все ждали, что антитела и 4 антитела сработают при раке желудка. Когда провели первое исследование с трилемумабом, нерандомизированное, казалось, что ответы довольно скромные, всего 6%, но тем не менее хоть что-то, но было. Но когда провели уже рандомизированные исследования комбинации монотерапии и эпилемумабом по сравнению с просто ничего не делаем, наилучшим поддерживающей терапией, то оказалось, что эпилемумаб ухудшает течение болезни. Посмотрите на графики. Выживаемость без прогрессирования была в 2 раза хуже, нежели на Бессупотивкея, то есть наилучшем поддерживающей терапии. То есть ничего не делаем, даже плацебо не было. Он ухудшал течение болезни. Интересно было посмотреть, а что делается с опухолью и с пациентами, когда комбинируете антиситела-4, антитела и антипиди-антитела, неволумаб и эпилемумаб. Это мультикагортное исследование, оно, можно сказать, несравнительное, то есть группы между собой не сравнивают. Оно не рандомизировано, несмотря на то, что оно так представляется, потому что включали в это исследование последовательно. Сначала одну когорту брали, потом вторую, потом третью, поэтому, в принципе, популяции могут отличаться на самом-то деле. Но если сравнить частоту объективных ответов различных дозовых режимов эпилемумаба, неволумаба или же монотерапии неволумабом, графики выживаемости вообще полностью запутывает нас. Потому что непонятно, почему добавление эпилемумаба в дозе 1 мг на кг приводило к снижению частоты объективных эффектов по сравнению даже с монотерапией неволумабом. А если вы давали высокую дозу эпилемумаба 3 мг на кг, у вас увеличилась частота объективных эффектов, но это никак не влияло на выживаемость без прогрессирования и общей выживаемости. Соотнесение этих показателей с монотерапией невилумаб абсолютно одинаковое. Поэтому здесь встает вопрос, может быть, добавление эпилумаб даже ухудшило тот скромный эффект, который дает, например, монотерапия антипедиен в антителами. Есть еще антипеди Л1 антитела, которые, по сути, действуют на опухолевые клетки, блокируя элегантно на опухоли. И действительно препарат, например, авилумаб, который изначально изучался во второй линию предлеченных больных или же в поддерживающей терапии по окончании первой линии, показал довольно выраженные токсические реакции. Обратите внимание, анфюзионные реакции зафиксированы у 12% больных, хотя объективные ответы на том же 9% уровня, что давали антипедиуан антитела. Но когда провели исследование рандомизированной третьей фазы по сравнению с выбором терапии в третьей линии лечения, выбором исследователя в третьей линии лечения при распространенном раке желудка, то исследование досрочно закрыли. Антипедиуан антитела ухудшила не только выживаемость без прогрессирования значимо, но и была тенденция к ухудшению общей выживаемости. То есть в данном случае иммунотерапия навредила больным и семинированным ракам желудка. Конечно же все ждали, а что же будет, если мы скомбинируем иммунотерапию и химиотерапию, да еще дадим в первой линии несиминированного рака желудка, исследование КИНОТ-062, результаты которого были озвучены в этом году. А также интересно это было в том аспекте, что здесь была еще одна когорта монотерапии антипедиуан антителом пембролизумаба в первой линии лечения. А это были пациенты с охранной, то есть это не то, что там ЭКОГ-2 туда включали, а еще нет, с охранной пациентой хотели доказать не меньшую эффективность монотерапии пембролизумабом с химиотерапией. И что оказалось? Оказалось, что добавление пембролизумаба к химиотерапии в первой линии по сравнению просто с химиотерапией ничего не дает ни в отношении выживаемости без прогрессирования, ни в общей выживаемости, ни в частоте объективных вето, даже независимо от экспрессии ПДЛ, не работает. А вот монотерапия пембролизумаба, конечно, дала очень интересный результат. Обратите внимание, что если смотреть на графики расхождения, основная популяция была СПС больше одного, то в данном случае мы видим некоторое улучшение показателей выживаемости на сроченном этапе, хотя опять мы видим этот злосчастный перекрест. В первые 6 месяцев у нас явно больные, которые умирали, было активнее их больше, нежели у пациентов, которые получали только химиотерапию. В СПС-10 увеличение экспрессии, отбор больных по СПС-10. Мы видим это улучшение результатов от пембролизумаба, но здесь надо помнить, что исследователи скромно говорят, у нас не было стат-гипотезы вообще, чтобы СПС-10 подтвердить не меньшую эффективность монотерапии пембролизумабом, активному лечению химиотерапии. Поэтому формально, статистической точки зрения, это не доказательная медицина, это просто наблюдение. Имплементировать это в клиническую практику на самом деле американцы не торопились. Но самое важное, они довольно быстро промелькнувший слайд выживаемости без прогрессирования первой линии. Обратите внимание, при СПС больше одного, вот в зеленой графике это пембролизумаб монотерапия, причем значимо ухудшается, ПИ, в данном случае доверительный отвервал, больше единицы, минимальное его значение. И зеленый график пембролизумаб значимо ухудшается выживаемость больных, практически 50% при первом оценочном визите прогрессируют. А если увидеть вот этот перекрест в общей выживаемости, они быстро умирают, они не успевают получить вторую линию. Поэтому здесь получается, мы что должны так активно завести опухоль, чтобы она запрогрессировала, чтобы потом кто-то там ответил 10% больных дополнительно от второй-третьей линии, если сравнивать вот этот эффект, который мы здесь видим, 10% и здесь 20%. То есть дополнительно только 10% получают от второй линии выигрыш. Но у меня с этической точки зрения рука не поднимается навредить больному в первой линии, дав ему пембролизумаб монотерапии. Поэтому здесь встает вопрос, а что же происходит с опухолью, почему она начинает так быстро расти? Это иммуно-нечувствительное заболевание, это не меланома, не почка, здесь каких-то явлений, так скажем, псевдопрогрессирования нет. Но при желудке, именно при желудке, описаны случаи именно гиперпрогрессирования. Есть две, например, японские работы этого года, которые показывают, сравнивают скорость роста опухоли по сравнению с предыдущей линией лечения. Они взяли химиорефрактивных пациентов, которым назначалась потом иринотыкан или же, например, неволумаб, и сравнили скорость течения. Они взяли болезни, они сравнили, в данном случае котов был на 1,3, если увеличивается скорость прогрессирования по сравнению с предыдущей линией лечения. Обратите внимание, что таких больных с ускоренным ростом опухоли на неволумабе при желудке было 44% против 5% при иринотыкане. Или во втором исследовании 13% против 29%. То есть в данном случае действительно есть какой-то механизм гиперпрогрессивной при раке желудка. Есть определенные молекулярные предпосылки к этому за счет того, что в опухоли преобладают некоторые иммуносупрессивные Т4-лимфоциты определенного фенотипа с ампатрификацией МДМ2 гена. Аналогичные данные были получены в другой работе. Поэтому здесь очень важно искать все-таки предикторы ответа на иммунотерапию. Да, кто-то выигрывает от нее, но кто эти пациенты, учитывая, что на все популяции больных мы можем навредить, давая слепую всем пациентам иммунотерапию. И, конечно же, возвращаясь к этой работе по метаанализу экспрессии факторов PDL и других, то оказалось, что выраженная экспрессия PDL в опухоли была ассоциирована с двумя молекулярными нарушениями. Либо это высокий уровень микросателитной нестабильности, либо экспрессия вируса Эпштейна-Бара. То есть опухоль ассоциирована с этой вирусной инфекцией. Именно здесь такие явления обнаружены. Если говорить о микросателитной нестабильности, сразу вспоминается исследование, по которому произошла регистрация пембролизумаба при всех опухлях, имеющих данные молекулярные нарушения. Да, независимо от того, желудок это или еще какая-то другая опухоль. Вот здесь вот если посмотреть пациентов с желудком, 9 больных было, то из них 5 получили, у них зарегистрирован объективный ответ, это 56% больных. Так выглядят графики выживаемости. Но если вы знали, что эти опухоли уже отвечают хорошо на иммунотерапию, почему вы, инициируя исследование с пембролизумабом в третьей, во второй, или с неволумабом линии терапии, или в первой, оставляли этих больных, не исключали этих больных из исследований, потому что тем самым вы не понимаете, от кого вы получаете эффект. И при этом нужно отметить, что вот эти опухоли MSI-HI и HBV-позитивные, они, собственно, отличаются друг от друга. У них возникают другие механизмы иммуночувствительности. Даже если посмотреть по характеру экспрессии PDL, если в HBV-позитивных опухолях преимущественно это диффузная экспрессия PDL в опухоли, то MSI-HI чаще это по фронту инвазии экспрессии, то есть опухоль все-таки отличается. И при этом мы видим, что также у них изменена экспрессия различных лимфоцитов. При этом, если взять обновленные данные по микросателитной нестабильности опухолям, о котором исследовали, я говорил, то в данном случае нужно отметить, что частота объективных ответов по сумме двух исследований, проведенных по этому вопросу, составила при желудке 46%. Но вот графики выживаемости очень радуют. Обратите внимание, что медиана выживаемости при раке желудка практически недостигнута. И показатели отдалённые, показатели двухлетней, а догодичной выживаемости на уровне 70%. Это для даже более чувствительных опухоли колоректального рака эндометрия с MSI-HI не уступает им. Но если взять, например, поджелудочную железу и глиому, здесь эффект при MSI-HI не реализуется. Поэтому, в принципе, MSI-HI при раке желудка – это классный биомаркёр для отбора больных на иммунотерапию. Следующий момент, конечно же, сразу же стали делать ретроспективно, смотреть вот в этих проведённых исследованиях, а что же было, сколько было таких больных с MSI-HI и как они отвечали на иммунотерапию. Это нерандомизированные исследования с пембролизумабом. Мы сравниваем частота объективных ответов при MSI-HI желудка в 57%, при MSS всего 9%. Рандомизированные исследования с пембролизумабом во второй-третьей линии лечения аналогично. Это графики в зависимости от CPS, а вот так график, если мы делим больных MSS, микросателитно-стабильных и микросателитно-нестабильных опухолей, получавших пембролизумаб или паклитоксел. И, конечно же, в этом году также делали поданализ в зависимости от биомаркёров и по изучению пембролизумаба в первой линии. Обратите внимание, что получилось. Оказалось, что если опухоль имеет микросателитно-нестабильный фенотип, в первой линии назначение монотерапии пембролизумаба даёт абсолютно такие же цифры, как если бы вы давали пембра вместе с химиотерапией, на уровне 70% находятся. То есть, по сути, мы получаем данные о том, что, может быть, если вы знаете MSI-хай-фенотип в опухоли, дать пациенту даже на первой линии монотерапию пембролизумабом, и вы выиграете достаточно значимо, независимо от того, есть экспресс-эпидел в опухоли или её нет. А вот так выглядят графики, если мы исключим чувствительных пациентов с MSI-хай из желудка в этом исследовании, оставим только MSI-стабильный фенотип. И обратите внимание, здесь уже таких графиков не меньше эффективности не получено. В другом корейском исследовании попытались как раз также эти два всего лишь фактора MSI-хай и HBV-позитивной опухоли эти предикторы посмотреть в отношении частоты объективных ответов при пембролизумабе. Обратите внимание, практически все они как раз и локализовались вот в этой части графика, которая показывает объективный ответ и уменьшение проявлений болезни. Практически 80% имели то или иное нарушение. И в принципе его даже можно было ассоциировать с мутационной нагрузкой. Все эти пациенты имели высокий уровень мутационной нагрузки, независимо от того, это был HBV-позитивная опухоль или MSI-хай. И в принципе этот показатель даже в этом исследовании смотрели по циркулирующей крови опухоли ВДНК, то есть такой суррогатный маркер MSI-хая HBV-инфекции. И на самом деле все эти исследования, по сути дела, их результаты дали вот такой казус, что на самом деле чистое место иммунотерапии, на мой взгляд, и правильно представлено в этих рекомендациях начала 19-го года АЭСМАЭЗИ, которая показала, что вот оно место иммунотерапии. Это либо MSI-хай опухоли пембролизумаб второй линии, либо это монотерапия неволумабом или пембролизумабом, если мы говорим о пациентах европейской и американской популяции. Попытки поиска других биологических активных предикторов, биологических предикторов ответа на иммунотерапию, но в принципе опять же они приходили к тому, что все эти панели, как здесь, например, имели выявление альтернативной активации промоторов, ассоциировано с тем, что большинство ответчиков это были MSI-хай или HBV-позитивные опухоли. Но меня учили все-таки заканчивать лекции позитивно, а не то, что вы критически тоже восприняли информацию. Все-таки, на мой взгляд, будет место иммунотерапии и в первой линии рака желудка, потому что все те исследования, о которых я выше говорил, они большинство включали больных HER2-негативных. А что происходит с опухолями, если они HER2-позитивных? Вы уже слышали этот ростозумаб монотерапии, в комбинации дает хороший эффект исследования тока. Добавление пембра или зумаба в исследовании якобы ничего не дает. А вот если мы возьмем предклинику и скомбинируем тот же самый анти-HER2-терапии и анти-PDI-1 антитела, то вот так тормозится рост опухоли HER2-позитивного рака желудка. То есть уходит в ноль практически. И, соответственно, любое исследование, посвященное комбинации тростозумаба и анти-PDI-1-терапии, оно, конечно, привлекало внимание. И первое такое исследование, сообщенное в этом году, это было исследование из МСКСС, по-моему, и в данном случае оно поисковое было. Взяли больных HER2-позитивных, давали им кселок с тростозумабом в первой линии и плюс пембролизумаб. И получили вот такие графики снижения проявлений болезни. Обратите внимание, контроль болезней у 100% больных. У 100, более 80, 87% больных, у них зарегистрировано. Объективный ответ уменьшения опухоли больше, чем на 30%. Графики выживаемости медианы не достигнуты. Если мы сравним результаты одногодичной общей выживаемости у пациентов в исследовании ТОГО, якобы, или в этой работе, не хочет, сломался, то мы получим, что на 20% увеличивается выживаемость больных в этой работе. Можете переключить дальше? О, отлично. Вот как раз зеленый график – это вот эта поисковая работа, это ТОГО, это ЯПК. Поэтому, конечно же, исследование третьей фазы, которая сейчас идет, мы его с надеждой ждем, что вот это место как раз в иммунотерапии будет новое. Выводы повторять не буду, они здесь озвучены. Опять же, надеюсь, что вы не будете так же скептически смотреть на мою презентацию. А все-таки будете критично подходить по отбору больных на иммунотерапию при желудке. Спасибо за внимание.